ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Так нежно и тепло местные жители воспевают свою малую родину Полуямки. Когда узнали, что их любимое село попало в список забавных названий, испытали шок, ведь ничего веселого в названии нет. Название произошло от слова полустанок. Здесь проходил Ямщицкий тракт между Колыванью и Томском. И на Ямщицком тракте были большие станции, называемые Ямками, Ямки. И были малые станции, Полуямки, Полуямки, так он назвался. Наши Полуямки – станция, то есть малая, где только перепрягали лошадей. Сельчане рассказали, что до сих пор не знают, кто отправил заявку на участие в конкурсе. И добавляют, это не первый раз, когда Полуямки приковали объективы, фото и видеокамер СМИ. Около 20 лет назад про село трубили все газеты. В Полуямках нашли метеорит. Это очень много на полях наших, именно на наших полях, метеориты. Сейчас метеорит с одноименным названием села хранится в Москве в Академии наук. Местные жители говорят, что в селе до сих пор находят осколки метеорита. Кстати, в этом году Полуямки празднуют юбилей. 150 лет – веки истории хранятся в школьном музее. Жители, конечно, порадовали, что село вошло в список смешных названий, но добавляют, все бы было смешно, когда бы не было так грустно. Их родина разваливается, признались люди. Население редеет, молодежь сбегает в большие города, где есть стадионы, дворцы культуры. Здесь же одна разруха. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.